На принудительное лечение в психдиспансер. Такое решение принял суд в отношении 15-летнего школьника, зарезавшего мать и ранившего отца. Слово Али Согриной. Подросток будет находиться в психиатрической больнице до тех пор, пока главный врач не сочтет его выздоровевшим. После этого обвиняемого ждет суд. Судьей МИАСКОГОРОДСКОГО СУДА вынесено постановление о применении мер медицинского характера в отношении подростка. Дальнейшие комментарии невозможны ввиду того, что подросток несовершеннолетний. Суд проходил в закрытом режиме. Сроки и место лечения несовершеннолетнего не разглашаются. Напомним, шокирующее убийство произошло в начале октября прошлого года. 15-летний подросток с ножом набросился на своих родителей. Нанес несколько ранений матери. Женщина скончалась на месте. Затем набросился на отца и перерезал ему горло. Мужчина несколько дней провел в реанимации. Вероятная причина трагедии – запрет играть в компьютерные игры. По словам знакомых школьника, он часто находился в виртуальном мире и впоследствии буквально забросил учебу. Нравоучения матери вызывали агрессию. Угнал машину собственной жены. Житель Челябинска после семейного скандала сел за руль Лады и умчался подальше от дома. При этом посчитал, что алкогольное опьянение не помешает ему управлять автомобилем. Тракторозаводский район около часа ночи. Полицейские несколько минут гонятся за Ладой 15-й модели. Но гонщик только прибавляет скорость. Задержать его просила жена. По словам женщины, супруг похитил ее личный автомобиль с парковки дома. И якобы возвращать машину мужчина не намерен. К погоне за супругом подключаются еще несколько патрульных машин. И на одном из поворотов, петляющего из стороны в сторону нарушителя, удается остановить. Машину где взяли? Страховку вписано? Документы есть на машину? Нет. Употребляли спиртное? Да. Оперативникам признается, за руль сел после крепкого застолья, во время которого супругой случился скандал. И якобы уехать подальше от дома спровоцировала жена. А собственного автомобиля у мужчины нет. В эту же ночь Ладу передали владелице, а гонщик так домой не вернулся. Но от наказания уйти не удастся. За угон и езду в пьяном виде Челябинцу грозит до двух лет лишения свободы. Прокуратура заинтересовалась инцидентом с пострадавшим от пони ребенком. Мальчик получил серьезные травмы от удара копытом в саду Победы. Ведомство сейчас проводит проверку. В прокуратуру района поступило обращение Голубчиковой Натальи по факту причинения ее несовершеннолетнему ребенку телесных повреждений. В прокуратуре района проводится проверка в отношении сотрудников, которые осуществляют перевозку детей на лошадях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Напомню, инцидент произошел в новогодние каникулы. Мальчика везла на санях старшая сестра. Возле входа в ледовый городок к столбу был привязан пони. Он и легнул в сани. Они перевернулись, и трехлетний мальчик полетел в сугроб. После падения около получаса мать не могла остановить кровотечение из носа ребенка. А уже в больнице стало понятно. Мальчик получил ушиб мозга и гематому под глазом. Сейчас ребенок идет на поправку, лечится дома. А мама собирается подать иск в суд на конный клуб, который и предоставляет для катания пони в саду Победы. Сгорел заживо в собственной кровати. 35-летний житель Еманжелинска погиб, оказавшись в огненной ловушке. Кадры с места трагедии увидим далее. Крыша и фасад дома сильно обгорели. Пожар начался в 2 часа ночи на чердаке и быстро распространился на помещение комнат. В одной из них спал хозяин дома. Обгоревшее тело мужчины нашли пожарный момент тушения. По словам соседей, погибший часто устраивал вечеринки. Нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. В эту ночь шумной компании не было. Но уверенный мужчина опять был пьяный. Просто не заметил, как вспыхнул дом. Предварительная причина пожара – непотушенная сигарета. Почти полтысячи мигрантов без документов и регистрации доставлены в полицию. Таков итог работы оперативников за одну ночь в выходные. Здравствуйте. Проверка паспортного режима. Оперативники обходят общежитие в Металлургическом районе. Десятки жителей не могут предъявить документы. Объясняют, якобы паспорт с регистрацией водительским удостоверением находится на работе. Но адрес не называют. 16 человек выводят на улицу и отводят в отделение полиции. Чуть позже становится ясно. Мужчины находились в Челябинске незаконно. Несколько месяцев работали в частной фирме по производству обуви. Ни у кого из них не было регистрации. Десятки мигрантов задерживаются на северо-западном и Каширинском рынках. И тоже у мужчин не оказалось при себе документов. Сотрудники полиции называют ночь с суббота на воскресенье одной из самых результативных. В отделы полиции доставлено 472 иностранных гражданина. Выявлено 69 административных правонарушений, связанных с нарушением миграционного законодательства. Задержанные мигранты со дня на день отправятся на родину. Под гору на экстремальной скорости фура сотнями коробок печенья спровоцировала ДТП на въезде в Златоуст. У машины на спуске отказали тормоза. Видео с места ЧП прямо сейчас. Фура перегородила главную магистраль города. Выехала на встречную полосу и остановилась едва не перевернувшись и не задев другие автомобили. Виновник ДТП вез кондитерские изделия из Екатеринбурга в Астрахань и внезапно, рассказывает мужчина, отказали тормоза. Морозы были, воздух прихватило, а горка затяжная. Тормоза отказали и влево пошел, чтобы к вам в город не попасть. Начал тормозить метров за 300, правую обочину цеплять, но не получилось, ушел влево. 30-тонную фуру извлекли из придорожной ямы через час после аварии. Водитель большегруза не пострадал, как и коробки с печеньем. Сразу после ЧП мужчина продолжил путешествие в Астрахань со сладким грузом.